Всем привет! С вами Ирина и канал MyDIYLA. Некоторое время назад я выпускала видео, посвященное изготовлению бижутерии своими руками. Кстати, когда готовила тот ролик, долго сомневалась, будет ли он востребованным, потому что на ютюбе практически не нашла популярных видео, посвященных изготовлению бижутерии. Но, судя по просмотрам, тема оказалась для вас интересной, и поэтому сегодня я покажу вам еще несколько украшений своими руками. Смотрим! Первое, что вам покажу, сережки. Они очень просто делаются. Собственно, здесь тот случай, когда все диктует фурнитура. Мне попались на Али очень стильные основы для сережек. Кстати, швензи у них это позолоченное серебро, если, конечно, китайцы не врут. И мне оставалось только добавить к ним подвески. В качестве подвесок я взяла по три жемчужинки разного размера. Каждую жемчужинку насаживаю на пин-гвоздик. Мне хотелось, чтобы крепление было максимально незаметным. Отгибаю хвостик и накручиваю на плоскогубцы. Откусываю лишнее и стараюсь заправить хвостик пина в отверстие на бусине. Я, кстати, более подробно показывала технику в своем предыдущем видео про бижутерию. Если не видели, ссылку на него, как обычно, оставлю в описании. Бусины обзавелись колечками и теперь их можно подвесить на основу. Для соединения я беру маленькие колечки. У меня, по-моему, три миллиметра вот эти. Я везде, где возможно, стараюсь сделать крепление максимально незаметным. Поэтому, если фурнитура позволяет, беру самые мелкие колечки всегда. Раскрываю колечко при помощи двух пар плоскогубцев. Надеваю на разомкнутое колечко основу и затем все три бусины, а потом закрываю колечко обратно. Готово! Мне хотелось сделать сережки поинтереснее, так что я решила добавить еще подвеску на замке. Беру обычные замки для сережек-гвоздиков и при помощи очередного колечка цепляю к замку тонкую цепочку. Отмеряю необходимую длину. У меня примерно 10 сантиметров получилось. Я люблю висюльки на сережках подлиннее и откусываю лишнее. Чтобы ровно отрезать, точнее откусить второй кусок цепочки, я их подвесила на пин. Откусываю второй участок цепочки и получившийся кусочек вешаю на второй замок сережки. На конце цепочки я взяла две маленькие жемчужины. Также насаживаю их на пины-гвоздики и делаю колечки для подвешивания, а потом цепляю к цепочке на маленькие колечки. Сережки готовы. Мне очень нравятся эти основы. При минимуме телодвижения и совсем небольших затратах получилось очень стильное украшение. Сережки эти можно носить с замками с подвесками, либо надевать обычные под настроение. И очень красиво будут смотреться такие сережки и с подвесками из цветных бусин. В комплект к сережкам я решила сделать украшение на шее. Начинаю снова с жемчужинок. У меня они трех размеров. 10, 8 и 6 миллиметров в диаметре. Я буду соединять бусины разного размера в цепочку. Так что теперь беру пины с петелькой на конце. Надеваю бусину на пин и делаю петельку, так же как в первом случае. Отгибаю хвостик вбок, накручиваю на плоскогубцы, откусываю лишнее и наконец прячу кончик в отверстие на бусине. У вас получится бусина с двумя петельками, за которые ее можно соединять с другими. Я насадила так на петельки все свои отложенные предварительно бусины. Кстати, как потом выяснилось, погорячилась. Можно было взять меньше. Я в результате использовала для этого украшения 4 самых крупных 10 миллиметровых бусин, 3 средних 8 миллиметровых и 3 маленьких 6 миллиметровых. Кроме этого я добавила несколько золотых металлических бусин, они около 7 миллиметров в диаметре. Кстати, не сказала в начале, ссылки на все использованную фурнитуру я, как обычно, оставлю в описании к видео. Итак, я выложила бусины в произвольном порядке, в перемешку крупные и мелкие, долго перекладывала их, пока меня не устроил общий вид, а также добавила парочку круглых подвесок с римскими цифрами. Мне очень нравится, как они смотрятся одновременно и декоративно и строго. Кстати, у знаменитого ювелирного дома Тиффани есть серия Atlas с очень похожим дизайном. Как я уже сказала, с длиной этой декоративной цепочки из бусин я перестаралась. После примерки отделила от нее где-то 10 сантиметров, используя этот кусочек в другой раз. Ну, а в этом украшении я хочу половину длины сделать из крупной цепочки. Откусываю кусок цепочки нужной длины и соединяю с бусами воедино. Ну, а на концы подвешиваю крупный замок тоггл. Здесь он в качестве декорации. На кольцо тоггла я дополнительно повешу несколько бусин для украшения. Насаживаю три жемчужинки на пины гвоздики и с другой стороны, как обычно, делаю колечки. У меня тут две крупных 10-миллиметровых жемчужины и одна поменьше 8 миллиметров. Все их цепляю на одно колечко покрупнее и подвешиваю на кольцо тоггла. Это украшение я буду делать двухрядным. Сейчас очень популярны подобные ожерелья. Второе из очень тоненькой цепочки, той самой, которую я брала для первых сережек. Цепляю ее по бокам первых ряда. Тут я решил немножко сэкономить цепочку и не полностью двухрядная сделала его. Эта тоненькая цепочка покороче первой и будет идти по самой шее. Раскусываю цепочку посередине. Это часть, что будет на затылке. И на концах закрепляю замочек. Тут уже обычный карабинчик. Ну и, наконец, на тонкую цепочку вешаю еще одну подвеску с римскими цифрами в качестве кулончика. Получилось очень актуальное сейчас украшение на шею. Тут и жемчуг, и цепи, и многорядность. Такие украшения часто выглядят немножко слащаво, со всякими монетками, сердечками и прочими подобными подвесками. Прелесть самодельного украшения в том, что вы можете подобрать длину, размер и те декоративные элементы, которые нравятся именно вам. Еще одно колье с цепями я решила попробовать сделать в сочетании с лентой. Здесь я взяла довольно крупную цепь и большое кольцо. Продеваю цепь в кольцо и соединяю концы, а кусочек цепи около 15 сантиметров отделяю и оплетаю шелковой ленточкой, продевая ленту в каждое звено. Сначала я просто протягивала кончик ленты в звено, благо звенья достаточно крупные, но быстрее и проще, конечно, продеть ленточку в большую иглу и работать уже иголкой. Закрепляю ленту на цепочке узлом, а с другой стороны тоже делаю узелок и оставляю длинный свободный край для завязывания. Еще один отрезок ленты привязываю уже к кольцу и также закрепляю узлом. Здесь хвостик оставляю свободно болтаться, а вот с другой стороны хвостик ленты я собрала на нитку в некое подобие розочки. Не стал делать ее очень крупной, просто такая аккуратная финтифлюшечка. Под эту розочку-финтифлюшечку я делаю две подвески. Как обычно, насаживаю жемчужины, на этот раз бронзового цвета, на пины гвоздиком. Обе жемчужины у меня тут 10-миллиметровые, я их вешаю на место соединения обычной цепочки соплетенной. Дополнительно я решила повесить сюда же и металлические бусинки. Их получилась целая гроздь и пару бусин я прицепила на цепочку прямо сквозь тканевую розочку. Мне очень нравится игра контрастов в таких колье. Массивная цепь и нежный шелк, утонченный жемчуг и тут же узлы и необработанные края ткани. Конечно, наиболее выразительно, такие украшения смотрятся из черной ленты с белым жемчугом. Тут получается еще и цветовой контраст. Увы, в Леонардо, где я покупала ленту, шелковых черных лент не водится, а заказывать где-то и ждать не хотелось, так что придумался такой вот цветной вариант. Следом покажу еще одни сережки. Для них я взяла кусочек плотной гладкой бордовой кожи. Выкраиваю две детали. Здесь кожа плотная и довольно толстая, с красивой контрастной изнанкой, так что я решила оставить ее как есть и не делать изнаночную сторону. Край деталей крашу специальной краской для уреза. Она застывает гладкой полуматовой пленочкой и на урезе дает красивый аккуратный валик. Я крашу плоской кисточкой, получается, конечно, гораздо дольше, чем со специальными приспособлениями. У меня ничего этого нет, но для подобных мелких деталей способ вполне годится. Если где-то залезаю кисточкой не туда, сразу стираю краску, пока она не застыла. Для этих сережек я купила вот такие подвески с двумя шариками. Они выглядят как будто шнурки, завязаны узелком, а я хочу их использовать как тычинки. Беру пины с ушком и размыкаю ушко, как обычно делаю на колечках. Надеваю на пин подвеску и закрываю ушко обратно. Теперь подвеска висит на пине. Теперь буду собирать цветок. На кожаную деталь с изнанки укладываю подвеску, так чтобы пин свисал наружу. Капаю каплю суперклея и плотно сворачиваю деталь конусом. На край капаю еще клея, тут важно не переборщить, и накрываю другим краем. Конус придется подержать так несколько минут, пока клей хорошо не схватится, но кожу он клеит насмерть. Тут главное не капнуть не туда, а то все будет испорчено. Получаются стилизованные колокольчики с торчащими снизу тычинками. Верх цветочков смотрится как есть не очень аккуратно. Можно их закрыть специальными наконечниками, но у меня под рукой ничего подобного не было, и я решила вклеить сверху концевики для шнура. Сгибаю торчащий наружу пин до нужной длины и откусываю лишнее. Теперь капаю клей на получившуюся петельку и край кожного цветочка, а потом плотно насаживаю сверху концевик. Я старалась еще вкручивающими движениями задвинуть его как можно глубже, чтобы край кожи зашел внутрь. Так и держаться будет хорошо и визуально смотрится гораздо аккуратнее. Остается подвесить получившиеся цветочки на основы для сережек. Я взяла простые гвоздики с шариками на конце. По-моему они очень подходят к тычинкам шариков. Мне кажется, именно подобные максимально стилизованные цветы в украшениях смотрятся наиболее выгодно. Получается одновременно очень лаконично, даже минималистично, но красиво. Кстати, вполне можно вместо специальных подвесок, которые я использовала, взять просто пару длинных пинов и насадить на них шарики. Тогда украшение получится подвижно. И покажу вам еще одно украшение из кожи. Это практически чистый плагиат колье Марни. Я взяла красную и белую кожу, довольно тоненькую. Вырезаю две детали. Ссылка на сегодняшние шаблоны, как обычно, будет в описании к видео. Из красной кожи деталь с тремя листочками. Из белой листочки один листик с прорезью в центре. Каждую деталь я делаю в двух экземплярах в зеркальном отображении, чтобы детали потом получились двухсторонние. Промазываю детали с изнанки клеем. У меня латексный клей, можно клеить на любой подходящий для кожи и момент кристалла, даже ПВА. В данном случае это не принципиально. Я промазываю обе детали, даю немножко подсохнуть, соединяю и крепко прижимаю. Белый листик, прежде чем склеивать, я прошила на машинке, чтобы получилась аккуратная декоративная строчка. Я прошивала каждую деталь отдельно, чтобы все ниточки увести на изнанку, а снаружи и с лица и с изнанки все было аккуратно. Хотя на самом деле в данном случае изнаночную деталь можно и не прошивать. Вот если делать такую подвеску на сережке, там прошивка изнанки будет уже актуальна, потому что видны обе стороны. Ниточки я с изнанки завязываю, чтобы ничего не распустилось, обрезаю лишнее и теперь также промазываю клейм обе детали и соединяю. Если где-то детали немножко не совпали, подрезаю, чтобы весь край был ровным. И дальше, как и в предыдущем случае, прокрашиваю торцы краской для уреза кожи. Конечно, не обязательно красить, но с таким обработанным краем кожаные детали выглядят гораздо более законченно. Они уже смотрятся не как самоделка, а как вполне себе презентабельное изделие, особенно в случае, если вы делаете двухсторонние детали, как я сейчас. Не думайте, что это какое-то сверхдорогое удовольствие. Краска эта стоит примерно как акрил 200-300 рублей за баночку. Я купила себе пока всего один цвет, темно-коричневый и использую его на всех цветах кожи. На темном коричневый сливается с основным цветом, а на светлых и ярких, как здесь, дает красивый контраст. Так что, в общем-то, получился очень бюджетно. Единственное, что эту краску немного сложнее купить, чем тот же акрил, придется найти специализированный кожевинный магазин и еще такое много краски есть в продаже на ярмарке мастеров. Постараюсь дать вам ссылочки на места, где она водится. Детали хорошо просушиваю, протыкаю в верхней части толстой иголкой и склеиваю на суперклей. Чтобы потом соединительное колечко у меня не оторвалось от кожаных деталей, я дополнительно приклеила на отверстия маленькие листочки и с лица, и с изнанки. Тут годятся любые плоские металлические элементы с отверстием. Они нужны просто, чтобы не дать дырочки на коже расползтись. Кожаная подвеска у меня в этом случае будет висеть на кожаном же шнурке. Кончики шнурка я вклеиваю в специальные концевики подходящего диаметра, тоже на суперклей. Жду, пока клей хорошо схватится и можно собирать. Кожаную подвеску насаживаю на колечко. Сверху добавляю еще один металлический листик покрупнее и теперь всю конструкцию цепляю на кольцо замка тогла. Сам замок цепляю на кончик шнурка, ответную часть на другой конец и готово. Это колье я встретила как-то на пинтересте и влюбилась без памяти. К сожалению, его уже не было в продаже, да и стоит бижутерия Марни целое состояние. К счастью, можно попробовать воспроизвести нечто подобное своими руками. Как видите, это совсем не сложно и с удовольствием носить. Такие яркие аксессуары очень оживляют образ и смотрятся интересно и не банально. Ну что же, я надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Если это так, мне будет очень приятно, если вы поддержите его большими пальчиками вверх и подпиской. Ну а на сегодня все. Всем пока!